Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Правда, многие пишут... Правда, не видно... Давайте я попробую сейчас обновиться... Видно и слышно... Все вроде хорошо... Все отлично... Ну что... Что мы имеем на сегодняшний день... Что в конце 2021 года в разных регионах вводят разные меры по сдержанию распространения коронавирусной инфекции. Москва и Московская область, напомню, пережила небольшой локдаун. Тем не менее, СМИ и в том, что у нас поступают данные и от коллег, и данные из правительства Российской Федерации, и СМИ, мы видим, что рано или поздно QR-коды ведут, скорее всего, везде. Это будет касаться не только, конечно же, фитнес-индустрии, но и большую часть каких-то наших других развлечений, сервисов, доступов на транспорт и прочее-прочее. Мы это все видим, принимаются законы, поэтому чем раньше мы подготовимся, чем раньше мы подготовим и собственный коллектив клиентов, и себя, и бизнес, тем мы в эту историю для себя войдем гораздо спокойнее и планомерно. Ну и напомню, что многие регионы у нас уже, некоторые уже не один месяц работают с QR-кодами, поэтому есть какой-то опыт. Значит, какая ситуация у нас в том, что мы собрали по разным регионам, да, что, во-первых, когда нас спрашивают, а что конкретно должны предъявлять клиенты на входе, сейчас это все прописано в местных региональных версиях этих постановлений. Где-то QR-коды, где-то справки собирают, где-то справки, где-то паспорта вакцинации, да, все это прописано конкретно у вас. Но мы видим, что сейчас на уровне государства принимаются какие-то более такие системные регламенты, которые, скорее всего, когда будут приняты, они будут уже распространяться на всю Россию, и в том числе и на, скорее всего, на фитнес-клубы, которые мы будем с вами применять. То есть я думаю, что, ну там, плюс-минус пару месяцев, и все, эта система выстроится. Тем не менее, сейчас нам уже приходится работать с этими QR-кодами. Поэтому мы пригласили коллег из городов, где уже эта история введена, поговорим с ними в первую очередь, как реагируют клиенты, как удалось выстроить работу и сотрудников, и работу с клиентами, и вообще всю эту историю, и техническую часть, да, для того, чтобы в других городах, где даже это еще не введено, уже понимали, к чему стоит готовиться, потому что, понятное дело, как все неизвестно, как все новое, в первую очередь, конечно, вызывает, ну не у всех, конечно, что, ну, по крайней мере, там даже если 10, 15, 20, 50 процентов у вас клиентов испытывают негатив, то, конечно же, их это выплескивает, они стараются выплеснуть, в первую очередь, конечно же, на вас. Давайте, хочу сейчас пригласить нашу коллегу, так, Марию Евсееву, Workclass Екатеринбург. Так, Мария, сейчас вас найду, и подключайтесь. Так, Маша, мы ждем тебя. Привет-привет. Привет. Да, Маша, привет. Видно и слышно тебя отлично. Загружаю твою презентацию, но у вас уже, я так понимаю, месяц, да, уже почти. 20-й день сегодня. 20-й. Замечательно. Уже мы, да, по дням считаем. Ну, как у вас, как у вас вся эта история? Все-таки вас не закрыли, мы очень рады за вас. Договори. Рады за вас, что вас все-таки не закрыли, ввели коркоды, но не закрыли, поэтому вы успели адаптироваться, вас, слава богу, минула эта участь, поэтому рассказывайте, как у вас все это проходит сейчас, спустя 20 дней. Да, спасибо. Я подготовила статистику специально для фитнес-эксперт, свежая, на сегодняшнее утро. Вот, поэтому, в первую очередь, что хочу сказать о том, что от того, как вы это воспринимаете, как вы несете информацию своим сотрудникам, так они доносят это до клиентов и воспринимают эмоциональный фон, именно от этого зависит. Поэтому начнем. Значит, с чего все началось? Это 30 октября у нас введены QR-коды при посещении зданий и сооружений, то, что указано в указе губернатора. Указ вышел у нас за два дня до этого, то есть у нас было двое полных суток, а 30 октября, если вы помните, это суббота. Поэтому было буквально вот очень мало времени для того, чтобы все это подготовить. А сопротивляться не пробовали? Нет. Ну, вы помните, да, то есть Максим сейчас сказал о том, что не будем обсуждать и входить в полемику о том, как мы к этому относимся. Мы в этом случае смотрели с точки зрения бизнеса о том, что у нас 100 сотрудников, которым нужна работа, поэтому одиночный пикет около администрации я могу, да, устроить. А именно в плане того, что как руководитель предприятия мы пошли по вот такой вот пути все-таки внедрения QR-кодов и подготовки сотрудников. Итак, 27-го числа вечером вышел указ губернатора, и с этого дня, с этого момента началась подготовка. Конечно, ходили слухи, мы готовились к московскому сценарию локдауна, поэтому был такой вздох облегчения, когда все-таки ввели, когда ввели QR-коды. Это, знаете, есть фразы, да, забери у меня все и дай половину, и мы почувствуем, что такое счастье. У нас примерно так и произошло. Итак, значит, в первую очередь, коллеги, о чем рекомендую? Все-таки дождаться конкретного указа, что же конкретно ваши власти у вас в регионе будут применять. Поэтому мы дождались указа, и по каждому пункту начали подготовку. На основе этого указа я создала инструкцию для всех подразделений, для всех сотрудников. В первую очередь это коснулось отдела продаж и ресепшн, потому что они являются первоначальными сотрудниками встречающих клиентов. А в частности, отдел продаж еще острее стоит вопрос, потому что они встречают вообще, в принципе, новых клиентов, которые под видом тайного покупателя могут быть проверяющими. До проверки мы тоже с вами дойдем, у меня есть две новости. Итак, то есть это инструкция прям пошаговая о том, как у нас меняются правила посещения клуба. Я озвучила, да, о том, что от вашего эмоционального состояния зависит от того, что вы несете сотрудникам, как они это потом будут транслировать клиентам. Поэтому мы начали избирать такие мягкие фразы. Например, мы не говорили о том, что входы только по QR-кодам. Мы говорим о том, что у нас вводятся временные обновленные правила посещения. Мы проговаривали не о том, что у нас блок, блокируем контракты, а мы говорим о том, что мы дарим вам время или временно приостанавливаем действия контракта за счет клуба. Вот такие мягкие фразы помогли тоже снизить вот этот градус эмоционального состояния у клиентов. Итак, следующее, значит, пошагово в инструкции было указано о том, что же мы делаем физически, фактически при приходе клиента в клуб. Значит, на уровне программного обеспечения у нас собственная разработка. Мы заблокировали полностью все контракты, которые буквально нажатием двух кнопочек могли бы разблокировать этот контракт, как только клиент показывал QR-код. Добрый день, Валерий. Итак, это на уровне программного обеспечения было сделано. Потратили мы около 6 часов для того, чтобы написать сценарий и заблокировать абсолютно все карты. Если есть возможность, чуть больше у вас времени, я бы сделала сортировку клиентов. Например, для людей, которые младше 18 лет, нет необходимости предъявлять QR-код, поэтому можно было их не блокировать. Но у нас было мало времени, мы заблокировали всех. И потом разблокировали уже вручную. Инструкция прям пошаговая для отдела продаж и пошаговая инструкция для ресепшн. Следующий шаг – это уже в устном формате с каждым из координаторов мы проговорили о том, как мы по-новому работаем. Значит, в первую очередь, это эмоциональная подготовка о том, как бы ни реагировали клиенты, что бы они ни говорили. Всегда сохраняйте спокойствие. Мы провели для них такой небольшой, знаете, ролевая игра с клиентом под видом, какого-то слишком эмоционального, такого стрессового клиента. И уже дали им четкое понимание, что мы в этот момент делаем. В частности, мы предложили вот такой вариант. Когда клиент негативно кричит или как-то так громко или с матом говорит о том, что мы нарушаем его права, мы предлагали ему присесть рядом в кафе на территории ресепшн и подождать несколько мгновений. Мы сейчас позвоним в службу полиции, и вам придет сотрудник, представитель власти расскажет, почему есть необходимость соблюдать законы Российской Федерации или, в частности, здесь у нас указ губернатора. Мы применили эту технологию два раза, но это буквально был проговор этого. После этого клиент сошел спокойно. Ну как спокойно? Уже чуть спокойнее, чем он был, в отдел продаж карту блокировал. Итак, прописанные инструкции, затем диалог, проведенный с каждым из руководителей подразделений, а руководитель подразделений разговаривает с линейными сотрудниками. Очень важно обратить внимание на то, что за два дня, но тем не менее эти два дня у нас были, мы провели большую работу с персональными клиентами. Мы заранее попросили каждого тренера, который проводит персональные тренировки, своим клиентам сделать рассылку о том, что грядет такое изменение. И если у них уже сейчас на руках есть QR-код, справка, не знаю, там, первичная сертификация, отметка о прохождении вакцинации, мы попросили их заранее выслать, такую сервисную работу провели, внесли эти данные в программу и уже блок сняли заранее у этого клиента. И мы тем самым нивелировали вот этот вот негатив, именно вот этот стопор на входе у клиентов около турникетов. У нас на уровне программы мы заблокировали, у нас автоматизированная система допуска. Клиент подходит вне ресепшн к турникету, прикладывает браслет, идет считывание биометрии лица и он уже проходит автоматом. В 30-го числа утром мы их заблокировали и клиент, подходя к турникету, кликал браслетом, там было написано, что блокирован контракт, подойдите на ресепшн. Они подходят на ресепшн и там уже дальше мы сверяли их QR-коды. Визуально мы подготовили клуб, это было настроено по брендбуку компании, распечатанные афиши были, чтобы было эстетично со стороны и красиво, и с другой стороны не раздражало, а вновь не вызывало лишнего негатива со стороны клиента. Чуть позже покажу фотографии, как мы это реализовали. Ну и, конечно же, сам запуск. 30-го числа в это суббота в 9 утра мы открыли клуб, на ресепшн стояла лично я для того, чтобы понимать вообще, в принципе, как этот процесс работает, как реагируют клиенты. И уже на опыте, на личном примере, дальше сотрудники разносили уже внутри клуба. И вот сегодня 20-й день, я вам покажу, как мы работаем. Уже наглядно цифры. Итак, то есть инструкция. Я ее создала в электронном виде, сделала рассылку по нашим внутренним чатам, чтобы каждый из сотрудников, даже вне зависимости от того, что он, например, на ресепшн не работает и не будет сличать этот любой медицинский документ, все равно знал и понимал, а как этот процесс проходит. Следующий момент, да, это о том, как у нас изменилось в новых реальностях наши цифры. Я взяла для примера, для сравнения год, не год назад, потому что цифры будут нерелевантны. Год назад мы работали под другим брендом, во-первых, а во-вторых, ну, ситуация была совсем другая. Поэтому взяла тот же самый период, октябрь этого года, с 1 по 17 число. Итак, как изменилось посещение? Они снизились примерно на 4,7%. То есть сейчас мы идем по показателям 96,33. Еще я бы сделала все-таки скидку на то, что первая неделя ноября была каникулы детские, и плюс еще была объявлена нерабочая неделя. Многие сотрудники госслужб, там, других муниципальных предприятий не работали, и было видно прям, как это отразилось, это посещение. На продажах клубных карт никак не отразилось. Сравнение с октябрем идет прирост небольшой на 2%. Ну, мы, в принципе, и по БДР тоже, ноябрь у нас заложено больше. А вот ДСУ отразилось. ДСУ – дополнительные спортивные услуги на продаже. Как, проводя анализ, да, с коллегами я обсудила, они говорят о том, что многие ждут черную пятницу и откладывают покупку блоков на персональной тренировке на конец месяца. Поэтому здесь это правда так. Так, а если посмотреть на реализацию, то есть клиент, покупка – это то, что у нас в БДР идет, а реализация – сколько тренировок проведено, то там мы идем в плане. Следующий эстетический показатель – это активная клиентская база. Тоже сравнилась с октябрем. Что такое активная клиентская база? Знаете, в клиентской базе сколько всего карт продано, а активная – сколько из них все-таки ходит. Карты активированы, и хотя бы был один визит. Валерий, возврат был один. Вот у меня расторжение на слайде указанное. Один человек настолько принципиальный, что не захотел блокировать контракт, не захотел переоформлять. Хотя мы для таких людей даже сняли оплату за переоформление. Обычно мы берем полторы тысячи рублей, когда с одного на другой переходит контракт, то мы в таких случаях сняли эту оплату, и вот один человек у нас расторг. Блокировка 7,37 от клиентской базы. Обычно в среднем около 3-4% заморозки в периоде идет. Сейчас здесь именно блокировано контрактов вот такое количество. Но я думаю, что не сильно это отразилось, как вот мы видим по показателям. Может быть, это в будущем мы увидим, да, более в динамике, может быть, через год сдвиг продленцев, сдвиг по нашей статистике продлений, может быть, как-то отразится на продажах. Но опять же, это отложено в долгу, и тем более слишком разно у всех периоды окончания. Я думаю, что мы не заметим такой маленький процент. И еще тоже наблюдение. Несмотря на то, что у нас количество посещений совсем чуть-чуть снизилось, при этом клиентская база, смотрите, на 10% снизилась. Это что говорит о том, что стали меньше ходить количество людей, но чаще, ну, каждый из них начал ходить. Поэтому вот тоже те, у кого есть QR-коды, те, кто спокойно к этому отнесся, к этому нововведению, они начали ходить чаще. Итак, с чем столкнулись? Хотела бы рассказать о том, что немножко, да, о клубе. Когда заходишь в клуб, у нас турникеты стоят уже внутри, то есть гардероб открытый доступ, отдел продаж открытый доступ, у нас есть кафе на аренде, спокойно клиенты проходят в эту часть. И в указе губернатора отмечено, что мы обязаны при посещении проверять подсерение личности и вот этот какой-нибудь документ медицинский либо QR-код. И получается, вот даже делились в одном из отраслевых чатов Натальи Протасовой о том, что у них именно была проверка, что они при входе должны были проверять. И когда выходит указ, читайте прямо, ну, формально, вот что написано, то и делайте. Не выдумывайте, не надумывайте, не делайте лишних телодвижений. И в частности, в нашем указе было установлено, ну, как, один из пунктов, установление пунктов контроля в целях недопущения посетителей без вот этих QR-кодов. Поэтому мы интерпретировали, что наш пункт контроля – это турникеты, и те, кто приходит с улицы извне при проверке, мы готовы к тому, чтобы объяснить, как мы интерпретировали и как мы этот контроль осуществляем. Когда клиенты подходят на ресепшн, я чуть-чуть переключу слайд, вернемся к предыдущему, то есть на турникете находится информационное объявление о том, что, пожалуйста, если у вас контракт блокирован, подойдите на ресепшн. На ресепшн обычным телефоном с камерой личным своим администратором различает QR-код, если клиенты его показывают, а также мы принимаем любые виды документов. У нас в указе указано, что должны принимать медицинский документ, цитирую, подтверждающий, что гражданину проведена парафиотатрическая прививка, либо он перенес коронавирусную инфекцию. Что приносит? Что по факту бывает? Приносит сертификат прививочный, знаете, такой синий, как вот в школе нам вставили, даже там вот есть отметка о том, что проставлена прививка. Приносит вот такие бумажки, сертификаты, просто, да, там с синими печатями. Приносит просто справку о том, что поставлена первая вакцинация. Приносит, показывают скриншоты в телефоне фотографии. Некоторых мы, наоборот, показываем им, как зайти на госуслуги, найти свой сертификат. Вариаций масса. Но благодаря тому, что мы организовали этот процесс автоматизированно, клиент приходит и единожды показывает нам этот QR-код. Мы вносим данные в программу со сроком действия. Надеюсь, что это решение временное, и нам не надо будет. И нам не надо будет постоянно проверять, ну, то есть не будем работать в таком режиме постоянно. Скоро это снимут. И, ну, тем не менее, мы данные о сроке действия, QR-кода, либо сертификата отмечаем. И больше эту проверку не проводим. В случае, если придет Роспотребнадзор, либо другие органы власти, мы проговариваем о том, что у клиента он должен быть готов, у кого такие вопросы возникают, к тому, чтобы, например, в любой момент, если такая проверка будет проходить, он готов был показать и документ, оставляющий личность, и вот этот QR-код, либо медицинский документ. Почему мы не сличаем паспорт, либо любой другой документ, оставляющий личность? Потому что при оформлении контракта, либо гостевого визита, мы уже эти данные взяли. Итак, вот вы спрашиваете показательские сертификаты. К нам приходили даже, знаете, что штата показывали о том, что у них проведена вакцинация. Ну, то есть иностранные. Мы их тоже принимали, потому что по нашему указу здесь не написано о том, что должен быть государственный, пройти этот вакцин на государственную регистрацию. Поэтому принимаем все. Мы дополнительно не берем согласие на то, чтобы мы эти данные храним, потому что, ну, таких вопросов не было. Знаю, что мои коллеги, тут тоже находится клуб в Екатеринбурге, они эти документы берут согласие. Так, и еще хотела бы поделиться о том, с чем мы столкнулись с двумя моментами. Ну, мало того, что, да, там стресс и психологическая поддержка требуются и сотрудникам, и клиентам. Два момента хочу рассказать о том, что есть, я их назвала такая, шептуны. Это те люди, которые подходят и шепотом просят их пропустить, потому что у них нет QR-кодов. Мы для себя единолично, да, единожды всем подразделениям решили, что мы таких пропускать не будем. Именно, собственно, спокойствия и понимания о том, что никто этим в дальнейшем апеллировать не будет, потому что, как показывает два года практики работы после пандемии, именно внутренний клиент вызывает проверки Роспотребнадзора и жалуется. Поэтому, вот, чтобы такого не было, мы пресекаем жалость и любовь наших сотрудников к таким подобным клиентам за счет клуба блокируем. И вот есть еще потребительский экстремизм. Я не знаю, зачем это клиенты делают, но, тем не менее, лично присутствовала и обсуждала этот вопрос с клиентом, который прям громко проговаривал о том, что его пустили без QR-кода к нам в клуб. Я задала ему вопрос, зачем он это делает, он говорит, что это была шутка. Ну, вот зачем-то они делают. При этом я попросила показать QR-код, что точно мы его пропустили с ним. Он показал, зарегистрированный на госуслугах QR-код. И второй момент. Мы блокируем за счет клуба контракты. И клиенты, имея QR-код, например, в этот момент уезжали, заблокировали за счет клуба, по возвращению, которые там, не знаю, в августе получили. Ну, и получается, вот так на две недели они дополнительно продление получили, не тратя собственную заморозку из контракта. Ну, мы лояльны к нашим клиентам, не жестили и заморозку не отменяли. Но вы имейте в виду, что такие вот есть клиенты, которые идут на ухищрение. Да, Маша, спасибо. Хотел просто добавить, что как раз наш чат свидетельствует на самом деле о том, с чем приходится сейчас сталкиваться руководителям фитнес-клубов на местах, что действительно история вызывает эмоции, а нам приходится с ней как-то работать и продолжать лавировать между подниманием и лояльностью клиентов, старается и сохранить, и требования, которые к нам диктуют государственные власти. По поводу Роскомнадзора тут я сразу хочу сказать, ну, Яна, вы же, когда клиентов первый раз договор с ним подписываете, вы же с ним заклинили, ну, бумагу они подписывают за передачу данных, мне кажется, этого вполне достаточно, чем каждый раз спрашивать какие-то дополнительные данные. Тем более, что вы ничего такого нового, секретных данных у них не берете, просто фиксируете о том, что у них есть сам по себе QR-код, и он действует до какого-то даты. То есть тут никаких передач, мне кажется, сверхсекретных данных и персональных тоже нет. Каких дополнительных. Ну, тут предложение не усложнять себе эту историю там, где ее нет. И правильно, как Мария сказала, что давайте интерпретировать так, как нам удобнее. Если вдруг проверяющим органам покажется что-то не так, они, соответственно, это могут сделать, да, и попросить там, или порекомендовать, как это лучше сделать, как им кажется. Но, опять же, на каком-то основании, чтобы мы тоже понимали, чем они руководствуются, когда нам какие-то дополнительные требования предъявляют. Вы должны сохранить фото документов. Вот смотрите, зачем? Да, написано, что проверять. Вопрос, что вы как бы себе фиксируете, сохраняете эти данные не для того, что это написано в указе, а о том, чтобы каждый раз не мучить людей, ну, показом при каждом входе, да, этих данных. Один раз вы показали, вы у себя зафиксировали. Нигде не написано, что вы должны что-то как-то себе сохранять или что-то делать. Написано, что вы должны этот вопрос контролировать. Если вы проверяющим органам показываете, как вы это делаете, там, не знаю, каждый раз проверяете, там, у вас рецепционист стоит и смотрит, да, или у вас зафиксировано это в вашем ПО и проверяющий видит, что этот процесс идет, то пока никаких проблем никакого не будет. Проверяющие все кивают, радуются и уходят. Да, можно вот я отвечу на вопрос по поводу того, как мы блокировали карты для, до момента отменных кодов. Сейчас мы сделали это до 30 ноября. Если у нас этот указ продлит свои действия, мы также на месяц еще продлим. Если же снимется, то отменим. Ну, то есть в моменте вот под эту ситуацию мы смотрим, действуем в моменте. Да, Ирин, тут тоже Мария как раз в самом начале рассказала, что мы говорим. Да, действительно, очень хороший кейс о том, чтобы не пытаться входить в какой-то диалог по этому поводу. Понятно, у каждого свое по этому поводу мнение. Просто есть органы исполнительной власти, которые нас принуждают к выполнению этим требованиям. Поэтому вот Мария предложила посадить в кафе, налить чашечку кофе и предложить вызвать полицию, где полицейские, в принципе, расскажут, на основании чего вы руководствуетесь. Я думаю, это будет более убитный аргумент. А главное, что это будет не ваш конфликт, условно, или выход на конфликт клуба и клиента, а придет человек, грубо говоря, который эти вопросы регламентирует с точки зрения государства. Элина, у нас в регионе уже давно по сотрудникам вышло постановление о том, что мы должны вакцинировать всех до 7 ноября первым компонентом, и до 1 декабря полную вакцинацию сотрудники должны иметь. Поэтому до момента введения QR-кодов для клиентов сотрудники у меня уже были привиты, ну, либо предоставили медицинский документ о противопоказаниях, ну, что им нельзя. Да, вот Иванова Екатерина тоже хочу сказать, что должны люди предъявлять, пока вы должны прочесть в документе, который выпущен по вашему региону, городу, да, это именно там написано, по какому документу вы можете пускать людей в фитнес-клуб. К сожалению, пока нет общего. Мы видим, что там на уровне Госдумы сейчас пытаются какие-то регламенты общие придумать, да, и там через Госуслуг, там что-то там, общий QR-код какой-то, но пока все это читать, в первую очередь, в ваших региональных документах, какие документы вам должны предъявить. Возврат у меня был один в связи с введением QR-кодов, а около 8% было блокировок от всей клиентской базы. Да, да, тоже хотел бы добавить. Два года мы за этой историей следим, истории связаны, что будет, какие кошмары на нас валятся до такой степени, чтобы люди начали возвращать карты свои, да. Вот за два года, к счастью, пока никакой устойчивой тенденции к тому, чтобы люди возвращали, нет. Это очень хорошо, и опять же, мы это связываем с тем, что у слова фитнеса в нашей деятельности есть второе слово, это клуб, то есть люди воспринимают нас как все-таки семью и постараются по максимуму все, что можно сделать, сохранить свое членство, и массовых возвратов мы не видим. Но, опять же, вероятно, не у всех. Вероятно, если клуб более, скажем так, относится к своей деятельности как проходной, как аренда тренировок, да, где недостаточно там уделяют внимания клиентам, то да, просто нужен человеку повод для того, чтобы разорвать контракт, вернуть деньги, то, вероятно, какое-то большое количество процентов возвратов может случиться. Но если вы реально работаете с людьми, если вы отрабатываете все возражения, в том числе конфликтные ситуации, мы видим, пока что возвратов несущественно, никак не связано напрямую с ситуацией этих наших двух лет. Наталья, вот вы пишете, что предлагает тем, кто совершенно против вакцинации не может переходить? Мы блокируем за счет клуба. Приостанавливаем контракты, не тратим заморозку у этого клиента из карты, и они спокойно ходят. О, и спокойно они ждут, когда это либо QR-коды отменят, либо, может быть, у них изменится отношение к этому, они какой-то документ займеют, либо себе найдут QR-код. Яна Тимошенко, спрашивайте про аналитику. Здесь вот я делилась цифрами. Да, Маша, я хочу добавить важный момент. Посещение карты и доп. услуги, как это продажа в ноябре? Просто смотрите, да, надо понимать, что тут не очень корректно говорить про ноябрь, потому что в разных регионах в разное время ввели, если мы говорим про просадку из-за введения QR-кодов. Еще раз, мы тоже делали аналитику, и надо просто посмотреть, что мы показывали, что да, на первой неделе просадка обычно происходит до 30-50%, но дальше она в течение месяца устанавливается до практически не более 10%. А ты знаешь, что, Максим, еще, например, у меня коллеги из Иркутска столкнулись с этим в июле, и у них цифры были, вот как ты сейчас озвучил, большая просадка, а потом восстановление. А у нас из-за того, что эти QR-коды, видимо, уже в остальных регионах были введены, новости ходили, и помимо нас закрыли еще общепи, торговые центры, развлекательные центры. Поэтому у нас вообще так сильно на посещении это не отразилось, как будто они, ну, а, уже привыкли, ну, уже везде так. Ну, да, а может быть, потому что именно ваши клиенты, тоже надо понимать, да, если у вас посещают 96%, значит, по крайней мере, 96% ваших клиентов-то привитые. Это, скажем так, совершенно точно выше средней статистики по России. Да, то есть, ну, так бывает, может быть, мы такую аналитику не выразили, может, зависит от сегмента клуба, может, действительно, от региона, пока сложно сказать, но совершенно точно не стоит, как бы, воспринимать это как все. Если сейчас ведут QR-коды, мы тут же лишимся клиента, конечно, такого не произойдет. Исходим из все-таки статистики, она у нас такая штука упрямая. Ну, что, Маш, спасибо, спасибо тебе, спасибо. Спасибо вам за приглашение. Отличная презентация, надеюсь, многим это поможет, поможет сориентироваться. Теперь хочу пригласить нашу коллегу из Казани. Так, Руслан, Руслан, у тебя уже есть доступ. Сейчас мы... Так, Руслан, подключайся к нам. Так, все было видно, но пропал. О! Да, Максим, добрый день. Коллеги, здравствуйте. Давайте тогда тоже, мы-то уже живем, получается, 11 числа, мы, получается, 37 дней в этой всей истории находимся. Единственное, что я сразу скажу, все, что я буду дальше рассказывать, Максим, не уходи, пожалуйста, мне сейчас на секундочку нужен, это исключительно художественные вымыселы моей фантазии про мифическую страну Оз. Меня потом за слова не притянули, Максим, согласен, да? Страна Оз? Да, фитнес-клуб в стране Оз, да, находится, да, и он там существует, живет, а так, нет, мы исключительно все жестко согласны, конечно, требованиям, правилам, конечно, мои клубы только так и работают, никак по-другому, и все остальное я буду отрицать. Так, ну вот, в этой стране у вас есть клуб замечательный, М2 даже, вот, руководим. Мы с 11 числа там вышли уже указы по поводу введения всех QR-кодов и прочее. Естественно, паника и истерика, как у всех, я думаю, здесь ничего особо рассказывать не надо. Ну, здравый, мы в первую очередь, конечно же, посмотрели на эту ситуацию. Сначала пошла волна потенциальных возвращенцев, те, кто хотят вернуть абонементы свои. Сразу же было принято решение заморозку от клуба подарить на 21 день, и все. Собственно говоря, сегодняшний день мы, точнее, даже не подарить, а не 21 день, а продлили мы эти на 21 день всем карты. Кто пришел, оставил заявление, то есть мы сделали бланк, все список себя внесли. Это больше 4 тысяч человек. Ну, чтобы понимали, у меня порядком там 30 тысяч человек, ну, сами процентом посчитайте. Вот, дальше мы больше никому ничего не продляем, не заморажим, хотя ситуация продолжает действовать. Поэтому предложения для клиентов достаточно простые. Дальше уже либо за свой счет заморозка, либо можно прикупить заморозку, да, и до момента, соответственно, отмены QR-кодов вы можете дальше. Я не считаю, что здесь клуб должен идти навстречу клиентам каким-то образом, потому что это не запрещено же заниматься, пожалуйста, а наличие вакцины и QR-кода – это личный выбор человека. Здесь мы уже, к сожалению, бессильны. Что касается тоже по возвратам, конечно, вся эта история прекратилась сразу резко. Я могу сказать, что возвратов даже меньше сейчас, чем в обычный период времени, но потому что всячески намекаем, что в этот период мы пока не сильно настроены возвращать деньги, а все несогласные клиенты или какие-то есть возмущения, прочее, я прекрасно там мониторю ситуацию, предлагается все-таки обратиться в судебном порядке и защищать свои права согласно установленным законам, как это положено, написать письмо с уведомлением в организацию, получить от нас официальный ответ, дальше, соответственно, идти в суд. Более того, я даже упрашиваю у некоторых клиентов это сделать, потому что мне на самом деле нужен судебный прецедент хотя бы по этим клубам, к которым мы там дальше будем двигаться. По сотрудникам, да, естественно, вышли указы, и мы сейчас, получается, до 7 ноября мы провели вакцинацию практически 100% персонал, точнее все предоставили куры коды, либо справки о медотводах. Следующий этап до 6 декабря, следующим этапом идет. Но буквально на той неделе я прошел 3 проверки, почему-то Минтруд нас проверял, также приходил ОБЭП, но, слава богу, не по кассе нашей, а именно по проверке QR-кодов, и приходил еще ППСник. Вот. Минтруд лично на меня составили протокол первый, направлен был суд, я все ждал, какое решение будет, но на самом деле меня составили это как... Ну, я опять же всем рекомендую, в первую очередь, конечно же, на физическое лицо, на уполномоченное лицо, потому что там штрафные санкции минимальные. Если это будет составлено на ООО, организация, то штрафы там до 300 тысяч рублей, и действительно, как было сказано, надо смотреть по вашим местным постановлениям, и не придумать ничего лишнего, да, то есть все делать так, как там указано. Что касается проверки, протокол был составлен, причем достаточно смешная история, когда они пришли и проверять, я тоже попросил их предоставить QR-коды, на что они почему-то мне отказали в этом деле, проникли на территорию клуба. Я вызвал полицию, приехали бравые ребята, и я говорю, ну, пожалуйста, они отказываются показать QR-код и действует режим, прошу бы их проверить. Причем они сделали следующий образ, они предоставили QR-коды, просто показали телефон, вот так вот, на нем QR-код, полицейские без лишней там проверки или еще что-то посмотрели на все это дело, угукнули, сказали, да. Я говорю, коллег, у меня, кстати, даже видео есть, я говорю, вам это все достаточно, я говорю, такой проверки, они говорят, да, это достаточно. Я говорю, все, на это мы закрыли. Ну, и их претензии о том, почему мы не через телефон проверяем QR-коды на рецепции клуба, ну, соответственно, я сказал, что пока нет ни одного постановления, я действительно искал, и, может быть, сейчас что-то поменялось, я могу ошибаться, но нет ни одного регламента или указания, каким образом провести, проводить проверки именно у клиентов, то есть их достоверность. Вот, ну, достаточно, мы не стали жестить и все остальное, но сказано, предоставить QR-код, ну, мы смотрим QR-код, показывают нам QR-код, что за QR-код, мы не знаем, что за QR-код, если бы мы знали, что за QR-код, но мы не знаем, что за QR-код. Поэтому нам показали, все, клиент идет спокойно. Сотрудникам проведена разъяснительная беседа по поводу того, что клиенты не сильно не пугались, приходили. Вот, естественно, первый спад по посещаемости до 50%, на следующей неделе восстановление до 60%, ну, и сейчас по прошествии 37 дней, ну, под минус 10% от 2019 года, когда никаких проблем не было. В принципе, считаю, вполне нормально. Ну, и продажи примерно сопоставимы этому уровню, тоже минус 10% от уровня 2019 года. Поэтому идем более-менее нормально. В одном из клубов я еще умудрился открыть пункт вакцинации, у меня благополучно он работает, что нам, собственно говоря, позволяет также отбиваться от проверок. Мы, когда приходят проверяющие, мы не проверяем QR-коды на входе в здание, а уже только непосредственно на рецепции. Ну, и разговор о том, что почему мы не проводим проверки на входе, соответственно, объяснение о том, что есть пункт вакцинации. И это глупо, пускать людей с QR-кодом о вакцинации на пункт вакцинации. Но пока не сильно это... Все равно протокол был составлен, да. Судебное решение до сих пор нет. Я там тоже с юристами посоветовался кое-какие вещи написал в протоколе. Ну, и суд в первом слушании его отправил на доработку составителем этого протокола. Вот. И по поводу еще хотел ответить... Да, естественно, все крикунны, которые приходят и говорят, мы там нарушаем конституционные права или еще что-то подобным образом, я прошу всех отправиться, либо, да, также призывать полицию, давайте пригласим, либо отправиться митинговать на площадь свободы, дом 1 у нас, где, собственно говоря, откуда выходят все постановления. Да, с нами воевать нет смысла никакого. Вот. Какие полномочия? Не знаю, вопрос не совсем понятный. А как проверить QR-код с какого устройства? Не знаю, как проверить QR-код с какого устройства. Поэтому в этой волшебной нашей стране мы просто смотрим на какие-то каракули, что нам показывает клиент. Теоретически можно показать QR-код от курицы замороженной, да. Не знаем, особо не вникаем в эти моменты. Коллеги, еще из... Да, что касается... Ну, сейчас, в данный момент, конечно, мы немножко перестраиваем работу. И так как у нас фитнес-клуб один находится на пятом этаже, и все проверки осуществляются на первом этаже, поэтому в этом объекте проверки на рецепции мы не ведем. Только исключительно на... Уже охрана на входе проверяет у клиентов все. Ну и сейчас все достаточно спокойно, ровно. Сначала также упали продажи по дополнительным услугам. Ну, сейчас я тоже наблюдаю, что практически на все восстановилось. Тренеры быстро адаптировались, и клиентов переключили на какие-то моменты. Ну, и куварных беседах, естественно, мы никого там не жестили, приходят, общаются. Активно сотрудничаем с администрацией, которая все понимает и также подходит к нам, лояльно к нашим действиям. Ну и как раз к пункт вакцинации нам дополнительно, конечно, очков добавил. Нас не сильно трогают. Может, какие-то вопросы? Проверка в зал не заходила. Вот, кстати, по поводу проверки, как они делали, и почему мы на рецепции стали проверять, а не на входе в здание. Они заходили в холл и со стороны снимали видео, как мы проводим проверки QR-кодов. Ну, в холле достаточно много народу. У нас в день посещаемость от двух до трех тысяч человек, поэтому, естественно, мы там вычислить сразу не можем, этих проверяющих. Да, Руслан, спасибо. Хотите добавить, да, что действительно, хотя нам по экранам телевизоров и СМИ говорят, что у нас мораторий на проверки, но это не мешает. Мы слышим практически в каждый клуб по одному разу, а к некоторым уже и по три за последний месяц пришли с проверками из разных служб, да, даже которые раньше не ходили или ходили по другим поводам. Но вот я так понимаю, что людей на проверки не хватает государства, они позволяют условно показывать, что государство бьет эту историю, что просто, да, ну, понятно, что можно просто постараться отказать в принятии проверки или еще что-то, но тут мы говорим, что, скорее всего, если вы кому-то там будете противоставлять или отказываться от показа, как вы контролируете вход, то, скорее всего, на следующий день к вам уже придется с телевизором и прочее, с милицией. Поэтому тут уже подходите как можно ларею, мне кажется, к этой истории. В Москве QR-коды не обязательно нет такого. Можно добавлю. По поводу термометрии на входе клуба был прецедент. На нас клиент подал в суд. Собственно говоря, почему я люблю в суд ходить? Он на нас подал в суд, а это термометрия, и суд признал, что мы неправы, не имеем права проверять температуру на входе у клиентов. Есть у меня официальное постановление. Теперь, как вот так же было замечено, что наши же клиенты закладывают. Теперь на всех такие болезненные для болезненных людей я просто показываю это постановление. Мы не имеем права проверять температуру на входе в клуб. У клиентов, у сотрудников есть отдельное постановление. Проверка каждые 4 часа. Яна, это вам нужно посмотреть в региональных документах. В каждом регионе есть свои требования к тому, какой процент сотрудников уже должен быть у вас привит. По поводу проверок у сотрудников пока нет. У нас официальное постановление вышло, но обещали, что в ближайшие дни прям нагрянуто. И про Татарстан тоже могу сказать отдельно. Мы так, передовой регион. С 22 числа у нас корркоды и даже будет в общественном транспорте. То есть вот буквально там осталось чуть-чуть. Конечно, пункты вакцинации ломятся, но и знаешь, что уже огромное количество людей каким-то образом уже имеет корркоды на данный момент. И для нас уже не такая сильная проблема это становится клиенту. Поэтому просто перетерпеть, пережить небольшой период времени, и дальше все будет замечательно. Так, да, Руслан, спасибо огромное. Ну, действительно, тоже поддерживаю такую есть форму. Ну, как бы благодарен Руслану, что он так готов рисковать собой, что называется. И действительно, если есть какие-то непонятные конфликтные ситуации, которые непонятно как решать, можно действительно довести ее до абсурда, до суда, что называется, и получить бумагу о том, что реально можно или нельзя. И, понятное дело, когда вы спросите, никаких рисков, да, все достаточно умешно и разумно, да. Но 30 тысяч, ладно, можем себе позволить походить в суд, тем более делаю это и в рабочее время. Компания не разорится, слава богу. Вот, но, кстати, тебе хотел большой благодарность сказать, что ты вразумляешь наших коллег в некоторых вопросах. То мы иногда сами себе почему-то начинаем проблемы придумывать и строить воздушные замки. Все несколько проще. Да, ну, тут, понятно, эмоции просто у тех, да, зашкаливают. И особенно, когда там толпы вроде бы вот таких клиентов приходят и пытаются нам доказать правду, да, мы как бы не за правду и не за ложь, да, мы за то, чтобы, да, обеспечить продолжение работы наших с вами фитнес-клубов. И это самая важная для нас история. Так, ну, вроде вопросов нет. Руслан, спасибо огромное. Ну, вам удачи, да, на транспорте. Это я даже не знаю, как это все будет происходить. Ну, другому, как бы, может быть, это их условно, да, в кавычках хорошо, в том, что чем больше людей будут увлечены как раз в этот процесс, тем легче фитнесу будет пережить, потому что не будут воспринимать как, что как будто только фитнес, да, требует эти документы, и только нам это надо, и достаточно абсурдные ситуации. Извиняюсь, тоже полезная информация для всей отрасли, когда ввели все эти вопросы, и стал вопрос о закрытии клубов, ну, Татарстана не закрыли, слава богу. Мы коллегами объединились по всей стране ООС нашей, написали письмо, да, причем достаточно быстро, оперативно, там, и АОФИ там подключилось, помогло. Отправили в министерство, отправили президенту, добились, чтобы на нас получили. Нашему правительству огромное спасибо, помогли, подстраховали, и, собственно говоря, ну, по крайней мере, пошла информация, что в том числе, почему не закрыто было, это как раз то, что мы централизованно объединились руководителем, управляющим владельцами фитнес-клуба, поэтому еще раз призываю всем объединяться, раздавать нет смысла, конкуренция у нас явно не мы друг с другу, это точно. Максим, все. Окей, Сергей, вы смотрите, решение сюда есть, и я думаю, что если вы находитесь в нашем телеграм-чате, мы туда, давайте, сегодня я выложу туда в PDF-ке, да, Руслан мне выслал, в принципе, она есть. Если вас нет, вступайте, и мы там все делимся информацией, и, в принципе, много всего полезного. Ссылку я чуть позже выложу. Так, ну что, хочу теперь еще пригласить коллег, Руслан, спасибо, хочу, да, пригласить коллег из Москвы. В Москве не введена, обязательно, вообще не введена, конечно, проверка куэркодов на входе фитнес-клуба, тем не менее, клубы готовятся, готовятся и морально, и технически, и разные решения мы придумаем для того, чтобы, как только такая история у нас заработает, мы были готовы все оружие. Так, Дарю хочу пригласить. Добрый день, коллеги. Да, отлично, видно, слышно. Даря, здравствуйте. Да, ну, Даря у нас из фитнес-клуба в Москве, напомню, в Москве ничего пока не введено, но мы стараемся быть, естественно, на шаг вперед, чтобы, ну, я не знаю, есть у нас надежда, что не введут, мне кажется, конечно, мы видим, что введут скорее по всей России, поэтому давайте, вот, Дарю поспрашиваем, как они готовятся и какие меры принимают. Спасибо, Максим. Да, пока в Москве не введены, поэтому никакой болью не поделюсь, но тем не менее, расскажу про автоматизацию. Для этого пару слов о нашем клубе. У меня фитнес-клуб Рокаут-джим, это высокоавтоматизированный клуб, который функционирует без отдела продаж полностью. У нас все клиенты проходят процедуру регистрации, приобретают членские дополнительные услуги на сайте, либо в приложении клуба. В связи с чем зона ресепшена, входная группа, у нас была спроектирована совершенно небольшой, потому что нет необходимости, там, не бывает никаких столпотворений. Вход в клуб осуществляется через турникеты, путем прикладывания браслета, сверка биометрии, 2-3 секунды, и уже клиент клуба находится на территории клуба, идет тренироваться. Поэтому нет большого количества персонала, и ресепшен у нас действительно очень-очень небольшой. Нас беспокоит, ну, помимо всех тех вопросов, которые беспокоят нас всех, это продажа, посещаемость, нас беспокоит еще такой момент, что как мы будем проверять, потому что это совершенно так, как и коллеги уточнили, это пока совсем непонятно, как проверять, и как сделать так, чтобы на ресепшен сейчас пик, когда люди приходят на групповые классы, не было столпотворений, потому что мы просто физически не можем себе позволить, чтобы большое количество людей стояло и ожидало проверки. Нет ни такого количества персонала, ну, и нет, соответственно, возможности принять этих людей, как, естественно, мы не хотим очередь за дверью, не хотим этого негатива. Поэтому об этом, да, об этом мы начали думать, об этом переживать, но коллеги из АвиТек, это терминал доступа нашего, и клубная программа Perfect Gym успели подумать о нашем бизнесе, за что им большое спасибо заранее, и придумали, как автоматизировать этот процесс, чтобы мы день назад успешно тестировали на нашем клубе на рукауте, поэтому я могу поделиться, что система работает и как она работает. Вот, первый момент, как, то есть коллеги продумали, как сделать это все без участия персонала. У нас, так как многие процессы происходят в клубе без участия персонала, соответственно, нам и нужно было, чтобы это происходило без участия персонала, так же, как и вкладку. Максим, да, сейчас я сначала расскажу про фотоинкеты, а потом про приложение. Спасибо. Первый вариант, как клиент может продемонстрировать свой QR-код. Мы пока не планируем проверять все QR-коды с куриц и так далее, потому что мы надеемся, что к тому моменту, когда в Москве это все примут, ну, в принципе, в Москве действительно большое количество вакцинированных, в отличие от других регионов. Еще раз название программного обеспечения у нас Perfect Gym, приложение от компании Perfect Gym и Avitech, контроль доступа терминалов наши от компании Avitech. Соответственно, интеграция этих сервисов тоже осуществили коллеги без нашего участия. Первый момент, это мы планируем проверять QR-коды только с сайта госуслуха, действительно, фактически реальной вакцинации. Клиент приходит, также подходит к турникету, прикладывает свой браслет, сверяется браслет биометрия, и дальше, если все эти данные совпадают, турникет предлагает, открывает окошко и предлагает клиенту показать свой QR-код с сайта госуслуг, он его считывает. Это происходит также очень быстро, в течение двух-трех секунд, и добавляет, соответственно, компания Avitech добавляет в Perfect Gym, в нашу клубную программу, в личный профайл клиента информацию о сертификате, что проверяет программа. Проверяет она, естественно, что сертификат на данный момент действительно на срок его действия не окончен. Это первое. Второе, сертификаты, которые мы все видели, что там не указаны полностью фамилии, там указаны инициалы, сверяются, соответственно, эти инициалы и даты рождения. Если такой клиент с таким инициалом, с такой датой рождения есть в нашей клиентской базе, и его сертификат действительно, это все добавляется в программу. Технически есть возможность сверять и паспортные данные, но пока это так не отрабатывали, если это нужно будет, там, соответствую с указом, это тоже можно технически реализовать. Вот, добавляет в течение трех секунд в программу, клиент успешно проходит клуб, и далее при его повторных визитах еще раз демонстрировать сертификат ему не нужно. Нужно будет только в том случае, когда его действия закончатся. Программа сама еще раз турникет предложит сканировать новый действительный QR-код. Вот, это все, что можно сделать в клубе без участия персонала. Есть еще второй вариант, о котором мы сообщим нашим клиентам, когда у нас будут введены соответствующие меры. Это добавление QR-кода через приложение самостоятельно. Это можно сделать вне клуба в любое время, чтобы, соответственно, не проводить все эти мероприятия в клубе, а позаботиться об этом заранее. Вот сейчас можно, в принципе, включить видео, я его озвучу, как это происходит через наше приложение. Максим, поможете? Соответственно, вот, член клуба входит в приложение. Появилось сведение о вакцинации. Он добавляет QR-код. Сделать это можно несколькими способами, либо выбрать из галереи QR-код сайта госуслуг. Вот, как вы видите, максимально быстро добавлен сертификат. И также приложение добавляет, соответственно, систему, клубную программу. Да, вот, можно пройти по нему и проверить, что сертификат действительен, пройти на госуслуги. После этого есть информация о клубной программе, и турникет, клуб, конечно же, пропустит клиента, и не нужно будет стоять на ресепшн. И еще можно показать видео о том, что есть несколько вариантов добавления. Просто можно добавить из скриншота из галереи, можно добавить сертификаты вакцинации путем сканирования самого QR-кода с какого-то, например, бумажного носителя, если он распечатан. Да, коллеги, я прошу прощения. Я так понимаю, что некоторые из слушателей с телефона выходят. Вы, скорее всего, видите сверху окно только ведущего. Для того, чтобы видео посмотреть или презентаться, вам нужно промотать. Ну, это да, потому что телефончик маленький. С планшета или с компьютера вы видите как бы сбоку и видео, и презентации, и чат. Поэтому компьютер, конечно, удобно нас смотреть. Но, напомню, у нас будет видеозапись мероприятий, и там будет все видно, вы пересмотрите, будет удобней. Так, сейчас ставлю следующее. Наверное, вот это. Наверное, сейчас убедимся. Это наверняка демонстрируется, да. Как вот, соответственно, можно сканировать QR-код с бумажного носителя. То есть есть два варианта добавления. Либо из галереи, из скриншота, либо с бумажного носителя. Также все мы можем проверить. Мой личный сертификат, да, он действует. Все отлично. Ну и, соответственно, также приложение. Если будет, Максим, тогда еще несколько видео. Я так боюсь, что это полное. Да, это полное. Мы можем, в принципе, сразу перейти к следующему. Да, спасибо. Вот здесь, на этом видео сейчас будет видно о том, что если сертификат не действительно завершен, об этом приложение также, вот, собственно, предупреждает клиента, то, что ему нужно будет добавить новый действительный сертификат. Вот. Благодаря нашим коллегам из ВТКП, мы во всеоружии, у нас все автоматизировано. Теперь мы не боимся того, что, когда, значит, у нас в Москве ведут QR-коды, у нас не будет никаких столпотворений. И мы еще раз подтвердим наш статус высокоавтоматизированного клуба, за что, пользуясь лучшим коллегам, большое спасибо, что они позаботились о нас заранее. Все это продумали, и это очень быстро и удобно. Поэтому мы надеемся, что на наших поле почти не будет к тому времени, когда в Москве все это будет реализовано. Если есть вопросы, готовы ответить. Да, благо, что Москва в этой ситуации оказалась не самой первой. Обычно нам первым полетает в ПХ. Да, ну, в кавычках повезло, чуть больше, да, поэтому мы стараемся подготовиться. Ну, понятно, что, я напомню, что, наверное, государство придумает какой-то общий регламент, что и кто где как должен проверять, потому что мне вообще страшно представить, как это будет работать в транспорте, когда проходимость там еще выше, человек, он на турникете должен очень быстро пройти, да, в автобус или в метро. Но надеюсь, что это все будет работать так, чтобы, по крайней мере, это было достаточно удобно. Ну, напомню, например, что мы буквально через неделю едем в Казахстан с нашим форумом коллегам Нурсултана, там уже больше года работают все системы QR-кодов, красных, зеленых, зон еще как-то, посмотрим, как это функционирует, как, в принципе, работают в этих условиях фитнес-клубы. Ну, то есть они так еще там на год вперед в этой истории опередили нас. Максим, можно отвечать на вопросы? Да, от Казахстан появились. Можно так свой личный кабинет QR-код подруги сканировать? Нет, Мария, нельзя, по причине того, что придет сверка с инициалами, с даты рождения, вряд ли у вас подруга не одинаковая. Вот, поэтому нет, этого нельзя сделать. А разработчик приложения Avitek? Соответственно, та же компания, что у нас и отвечает за систему контроля управления доступом. Да, Мария, я тут еще хотел бы прокомментировать, да, что, понятное дело, что, вероятно, кто-то будет пытаться нас там обманывать, какие-то левые годы и прочее, но тут надо понимать, что это не наша зона ответственности. Если человек нам предоставил отдельный документ, то это его ответственность, и если пойдет проверяющий это обнаружит, то по закону ответственность лежит, конечно же, не на вас, а на человеке, который предоставил подложные документы. Вполне себе уголовная статья. Ну вот, благодаря коллегам мы, я уверена, сведем эти случаи вообще, в принципе, либо прям совсем к минимуму, либо вообще к их отсутствию, потому что вероятность совпадения, ну, крайне низкая, поэтому я думаю, что мы даже не будем переживать на эту тему. Вот. Так, ну что, какие у нас еще есть вопросы по каркадону? Я надеюсь, что все вместе мы это быстро переживем, все это, да, весь негатив, весь это сложности, да, как и пережили. Много что пережили за этот, за эти два года. Спасибо коллегам, что делитесь, что поддерживаете. И вам спасибо за приглашение из эфира. Так, ну, расскажите нам пока, пользуясь случаем, про автоматизированные клубы. Имеется в виду, конечно, что у вас еще и рекуррент. Да, у нас еще и рекуррент, поэтому мы не сильно переживаем за возвраты, которых даже если будут какие-то антипрививочники. Ну, вообще так, поделюсь общением с клиентами. Мы достаточно плотно взаимодействуем, общаемся. И вот в Москве, конечно, прям по ощущениям сильно попроще. Буквально вот за все время, вот у нас был локдаун, все знают, и до этого, в принципе, все общаются, подходят, спрашивают, что там с QR-кодами. И очень многие говорят, а, я вакцинирован, вообще не проблема, там много кто в госструктурах работает, их уже давно всех обязали это все сделать. Буквально три человека выказывали свои опасения, и то они говорили о том, что они не будут прививаться, они просто говорили, надо поскорее, надо поскорее. То есть вот сейчас каких-то волнений от клиентов мы не чувствуем. Вот. Учитывая то, что там мы работаем по системе рекуррентных платежей, и 80% членств у нас это ежемесячная подписка, даже если идут такие антипрививочники, они просто не будут ее продлевать, нам не придется возвращать. В этом плане мы чувствуем себя комфортно. Да, ну вот спрашивают про паспорт, да, правильный комментарий, что все введено. Данные паспорта, конечно, внесены, прошу прощения, да, внесены в программу обеспечения, когда клиент оформляет свое членство через приложение или через личный кабинет на сайте, естественно, он вносит все паспортные данные, когда он приходит на ресепшн первый раз, мы должны его сфотографировать на биометре, выдать ему браслет. Естественно, сотрудники менеджера по сервису на ресепшн сверяют паспортные данные, просят его предъявить, сверяют, только потом печатают акцент присоединения к оферте, где клиент ставит свою подпись. То есть, конечно, в нашей клубной программе паспортные данные клиента есть. Еще раз повторюсь, что технически есть возможность сверять данные паспорта, сертификата с клубной программой. То есть, если это будет необходимо, коллеги это реализуют, мы будем сверять не только инициалы, дату рождения и срок действия сертификата, а еще и паспортные данные. Так, вот, Яна придумала. Яна, там у нас есть, у нас в программе, да, есть ссылка на сертификат. То есть, если проверяющий захочет убедиться, что сертификат принадлежит именно этому клиенту, мы можем перейти по ссылке на госуслуги и продемонстрировать, что сертификат действительно этого клиента. Так, Яна, смотрите, еще раз, главное не додумывать, да, каких-то таких историй, потому что, еще раз, да, нам требуют, чтобы проверяющий приходит, смотрит, как мы контролируем. В данном случае мы контролируем не с помощью, там, девочки условно на рецепции, а с помощью программного обеспечения, в котором, да, есть, мы видим, что человек, который заключил контракт, да, имеет сертификат, мы это уже проконтролировали, а не то, что как-то носит паспорт, еще что-то. Если у нас это как-то систематизировано, обычно эта вся история отлично работает. Ну, то есть, опять-таки, да, вот тут понятно, да, если просто приходит проверка и смотрит, хочет контролировать, проверяете ли вы, она это удостоверится, удостоверится. Если у проверки цель, как часто бывает, ну, не часто, регулярно вас наказать, то, конечно, они будут пытаться, там, плянуть какие-то истории, типа, где паспорт, а где то, где все, а почему лицо этого человека не очень похоже на фотографию паспорта и так далее. Придраться можно много чего, но по факту, да, дальше это все, конечно, если придирки идут, надо все, конечно, уже дальше решать в суде, да, где вы будете уже вполне адекватно доказывать, что вы делаете, что вы не делаете и что к вам придирались. Так, Станислав, тут большой текст. Станислав, это вопрос к Даре, ко мне или ко всем? Ну, скорее, скорее второе, на самом деле, вот по ощущениям, по комментариям коллег, кому кто-то вообще приходит, скорее второе, нежели продемонстрирует свою деятельность. Да, ну, в большей части проверяющие выполнять некую инструкцию, к сожалению, просто она не всегда, это раньше, да, идут по инструкции, сейчас они, я думаю, в том числе опираются на какие-то собственные ощущения, но, конечно, мы надеемся, что в первую очередь они добиваются цели тому, чтобы больше людей вакцинировалось, они меньше фитнес-клубов в нашей стране были. Так, ну, вроде бы, наверное, все, надеюсь, что все так рано или поздно подготовятся, мы пройдем этот этап максимально, насколько это возможно, комфортно. Всем спасибо участникам, всем экспертам, спасибо, что делитесь, ну и до новых встреч, всегда на связи с вами, каждый день в 13.00 мы с вами тут о чем-нибудь полезном будем общаться. Спасибо. Спасибо, всем хорошего дня.